Христос, истинный Бог наш, молитвен при чистой своей Матери всех святых, помилуй и спаси от нас, как облако человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Анатолуста о корыстолюбии. Зачем, человек, ты желаешь обогащаться от корыстолюбия? Чтобы другим доставалось золото и серебро, а тебе проклятие обвинения? И чтобы тот, у кого ты пощитил, терзался и сетовал от недостатка необходимой пищи и навлекал на себя тысячи обвинителей? И что еще гораздо ужаснее, когда потерпевший от тебя зло и потерявший все свое состояние, пристанет в тот день под страшным судиличем, а ты не будешь иметь ни одного защитника? Что скажешь ты судящему? Теперь ты еще можешь и подкупить этот человеческий суд, но тогда тот суд не подкупишь. И не говори мне, как такой-то наслаждается и счастьем, будучи нечестив. Если он наслаждается, то не до конца. Не ревнуй, говорится, злодеям, Псалом 36. Потому что они, как трава, скоро и сохнут, и как зеленеющий лак скоро увянут. Коростолюба есть некая старая закваска. И куда бы она ни проникала, в какой бы дом ни входила, делает его нечистым. И хотя бы ты немного приобрел от неправды, она заквашивает все твое имущество. Вот почему часто немного внесенное худо лишает многого собранного хорошо. Но почему, скажешь, когда обогащающегося корыстолюбием много, обогащающегося корыстолюбием много, они не терпят одного и того же наказания. Непременно потерпят, хотя и не тотчас терпят. Если же теперь они избегнут наказания, то тем более бойся тогда, потому что они соблюдаются для большего наказания. Да и если сами они избегнут его, то получившие в наследство их имущество потерпят то же самое. Но как же это скажешь справедливо? Даже весьма справедливо. В самом деле, тот, кто получил наследство полной неправды, хотя сам и не похищал, тем не менее отлично знал, что владеет чужим добром, и потому справедливо заслуживал наказания. Итак, если ты знаешь обиженных, то отдай им с великой лихвою, по примеру Захея. Если же не знаешь, раздели между нуждающимися и таким образом облегчишь зло. Если мы отдадим лишь все чужое, нам нет никакой пользы. И это возвещая Захея, который сказал, что только тогда он умилостивил Бога, когда отдал четверо более того, что было отнято. Если Лазарь, который не потерпел никакой обиды от богача, а только не получил для себя пользы от его имущества, становится суровым обвинителем против него. Но какое оправдание будут иметь те, которые, кроме того, что они не дают милостыни и собственных средств, захватывают еще и чужое. Если кто не напитал алщищего Христа, вместе с дьяволом осуждается на огонь неугасимый, то какому же наказанию подвергнутся те, кто своими счищениями даже предают его голоду, обнажают одетого и не только не принимают его как странника, но и гонят не только, не посещают его больным, но даже еще более удручают, не только не извещают заключенного в УЗИ, но и освобожденного стараются вернуть в темницу. Если тот, кто любит любящих его, кажется в положении нисколько не лучшим язычником, то какое прощение будет иметь тот, кто обижает не сделавших ему никакой обиды, подлинно не только посещает чужое, но и не уделяет другим из своего имения. Есть хищение, любостяжание и грабительство. Устрашив же такого дела, убежим от греха, а избежим им его, если не вспомним о тех, которые раньше нас делали неправды, предавались корестолюбию, отошли на тот свет, не пользуются ли их деньгами и трудами другие, когда, как сами они, терпят мучения, наказания и нестерпимое бедствия. Итак, не крайне ли безумие изнуряться и мучиться, чтобы и при жизни изнемогать от трудов, и по смерти подвернуться невыносимым казням и мукам? Что может быть жальче хищника, когда все собранные им богатства часто разделяют между собой враги и недруги, а сам он отходит отсюда, унося с собою накопившиеся от них грехи, чтобы со всей строгостью дать ответ и беззаконие, которое он совершил из-за них? Что может быть несчастливее корестолюбцев, которые и жизнь свою делают тяжелее всякой смерти, снедая и постепенно истощая ее заботами, печалями и постоянной бессонницей, отгоняя от себя вследствие этого всякое удовольствие и добродетель и пороки. Аминь. Кто готовился к исповеди, оставайтесь. Следующая исповедь будет у нас накануне верного воскресения и там в субботу в пятницу, и в субботу будет при счастье. Два дня подряд будет судьба у нас. В пятницу вечером, накануне верного воскресения. И в субботу утром литургия будет, в субботу вечером и воскресенье утром. Храни все, Господь!